Тёплый солнечный майский денёк собрал в центре Видного сотни ребят со всего района. Смотр строя песни «Салют Победа» проводится в муниципалитете по инициативе активистов детско-юношеской организации «Юные патриоты Ленинского района» с 2010 года. За это время в районном этапе конкурса приняли участие более трёх тысяч школьников разных возрастов. Товарищ пополковник, отряд звезда в количестве 27 человек. Смотр строя песни прибыл. Командир отряда «Осинцев Сергей». Вольф. Первыми прошли по импровизированному плацу кадеты Видновской школы номер 4. Им маршировать не привыкать. В кадетских классах этим занимаются в течение всего года. Мы были плечом к плечу, как говорится, все как один человек. Точно выполнить все команды, не сбиться с ритма при маршировке, исполнить песню. Всё выступление занимало не более трёх минут. Но в эти минуты каждый выступающий был натянут как струнка. Ошибиться одному, значит нарушить синхронность всего строя и потерять драгоценные очки. Это день победы! Ворота, в рамках! Жюри, которая состояла преимущественно из людей, некогда служивших в армии, относилась к каждой команде и строго, и в то же время с пониманием, что перед ними неравноценные по возрасту команды. Возраст ребят разный, и вот это вот надо дифференцировать маленько. Ну, на это давать снисхождение на что-то. Про гимназию. Вот ребят молодые, ну, так здорово выступили. Ну, и ребята тоже старшего поколения весьма-весьма достойные. Ребята подготовлены, видно, что стараются. Много труда вложено в то, чтобы была дисциплина строя, дисциплина движения, именно в движении. Команды выполняют все правильно. Ответственность при подготовке к мероприятию была замечена как членами жюри, так и обычными зрителями. Очень красочно, ярко. Вот ребенка притянуло внимание, поэтому вот подошли посмотреть. Мы собирались вообще на детскую площадку, но вот привлекло. Здесь мой ребенок. Вон он. Болеете? Да. А когда готовился, рассказывал? Рассказывал, песню репетировал, маршировал. Все очень ответственно. Принимающий смотр строя песни подполковник Дмитрий Кунавин, хоть и живет армейской жизнью, маленькие солдаты вызвали у него особые эмоции. У меня тоже растет маленький сын, второй класс. Второй служит в армии сейчас. Поэтому считаю, что если начинать испытывать их с малолетства, то это будет правильно, наверное. После выступления ребята отправились попробовать с настоящей солдатской каши. Ее привезли из воинской части, расположенной в Петровском. Иван Скала, ученик пятой школы, у которого до призывного возраста осталось несколько месяцев, считает, что гречневая каша важна в питании солдат. Вкусная, питательная. Ну, там достаточно много таких питательных веществ, которые позволяют рост мышц. Вот, а в армии это что необходимо. Ну, то есть, физическая спортивная подготовка. Без каши, как говорится, никуда. Ребята из пятой школы, к слову, были одними из самых старших на смотре. Ну, отличная у нас подготовка была. Каждый день маршировали, тренировались. Девчонки в отряде есть? Много. Много? А кто лучше марширует девчонки или мальчишки? Мальчишки. Мы, на самом деле, совершенно не согласны с тем, что у нас другая дисциплина. Девочки тоже могут служить в армии. Мы их можем наблюдать как на параде «Победа», как на сегодняшнем мероприятии. Благодаря нам выступление не только придает патриотический характер, но и придает некую красоту. Сложно было жюри определить победителей. Много спорили и сомневались. Но все же пришли к единому мнению. Третье место отдали Развилковской школе. На втором месте отряд Видновской школы номер 11. И первое место по праву заслужили ребята из Видновской школы номер один. Именно они и пройдут строем на торжественном параде в день празднования Великой Победы 9 мая. Татьяна Брылова, Владимир Бижонов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Продолжение следует...